привет это второй ведьмак в прошлый раз игра не очень хотела работать нормально когда мы сюда пришли я сохранюсь надеюсь в этот раз будет все нормально иначе придется просто забыть про это задание где вон они там идут я свою сделку теперь дело за тобой там опять колдун какой-то в этот раз все нормально стой где сдай седой а может я не хочу так сука захочешь не стоит ты сам напоснился вам ханажа чего вы лезете тот где открывай и убежал вечно вот так выиграв кто-нибудь отдает приказ и сам убегает но в итоге-то я догоню его это адреналин так долго копится вот в третьем ведьмаке с этим было лучше там вроде чем больше адреналина тем больше урона ну геральт не хочешь открыть дверь хватит забав сейчас я попал только только толку какому мочить вот так и будет я же не могу стать невидимым но конечно могу туда-сюда бегать может надо чтобы он себя бомбанил хотя также не получится ему все равно на мои ножи блин можно это отменить нет можно и заберу свой нож вот он валяется я не знаю как его мочить ему все равно а если я буду отражать урон хотя это не дота я не думаю что мой щит тут работает как обратка ладно я установлю со щит как тебе такой расклад свой купол нет а я не знаю как надо работать как тут что что мне надо делать что за бред может бегать за ним стопайся так вон он там до этого бомбанул почти рядом с собой я же не знаю куда он потом телепортируется может быть сейчас сюда ну вот его ударила ему по барабану было я без понятия вообще я не могу да ну а если так у него эти не работают а может ловушку надо установить ну где моя энергия ставлю ее здесь давай попадайся в мою ловушку почему она не срабатывает вот он стоит вот здесь я ставлю сейчас надо загнать его туда да вот ура я догадался конечно на это ушло много времени очень много времени я думал сначала то что он должен сам себя забомбить я вообще не верил в то что с ловушкой сработает вся эта затея так узнать судьбу буси и анаис а что там написано ваше превосходительство с радостью сообщаю что она она из внебрачная дочь была передана коэдвенцем от имени вашего превосходительства согласно вашей договоренности к сожалению не все сложилось согласно нашим планам в результате несчастного случая буси погиб я же здесь не пройду тут травы ладно ладно я схожу сюда сейчас ему доложить надо или спросить обо всем спрячем спрячем я тебя предупредил я спрятал не хочешь поговорить ей нет а может Роша тебе и доверяет но для меня ты все еще под подозрением чего ты хочешь среди темерцев есть предатель осторожнее ведьмак когда выдвигаешь подобные обвинения нужны доказательства дело касается буси и анаис ну обвинить его в твоем лагере предателька не там я представляю как ко мне относятся темерские вельможи они не испытывают ко мне любви и с сомнением принимают каждое мое решение и так будет до тех пор пока трон тимерии пуст дело не в твоей особе из-за измены графа мараеля погиб буси анаис попала в руки коэдвенцев это серьезное обвинение ведьмак здесь прямо говорится что на караван который вез детей фолькассы напали люди мараеля мальчик погиб во время нападения а анаис похитили чтобы затем передать ниль гаарцам почему во имя каких благ этот жирный боров который и без того утопает в богатствах пошел на государственную измену благодарю тебя ведьмак ты оказал королевству неоценимую услугу хотя судебный процесс над графом доставит еще немало хлопот такова суть дела барон граф луис маравель предал он предал нас предал тимерию предал весь север я рад что вы наконец то прозрели канитабы пора показать этому подлецу что в час испытаний тимере останется единой так теперь надо к этому деду сходить и забрать свою награду задание провалено но он должно быть мог дать мне какое-нибудь задание может он тоже ни в чем не виновен я пришел за обещанной наградой вижу что я не ошибся на твой счет ты просто наемный разбойник новый уровень он дал меч так персонаж шанс убить одним ударом может здоровье себе уж поднять без полезные навыки просто бесполезные может эту ветку покачать просто так урон бомбами здоровье здоровье ладно я пойду сюда что дальше тут по плану где же трис блин как ее освободить то я не знаю тут у нас верну на роше наверное сначала туда надо идти спасти трис или сначала вернуть дочь вольтеста я хочу стоп спасти трис или сначала в смысле если я спасу 300 я потом не смогу вернуть дочь что за лабиринты как отсюда выйти так так я к деду попаду как я до сюда ты дошел и вот что можно понять по этой карте ничего на мини карте еще что то можно понять но лишь малую часть я вообще вот такого не помню и и я и и и и и и и 03 и 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 Водьмак из Ривии. Приветствую. Наши пути часто пересекаются. Слишком часто. Что вы здесь ищете? Мне нужна три смериголь. Чародейка в Нильфгардском лагере. Фиштех спалил ваш разум. Тихо, тихо. Опусти меч, сынок. Наглости тебе не занимать. Шагай вперед. Этот дед нас вызволил. Одно неверное движение, и ваш посол больше не увидит Нильфгардского солнышка. Мои люди не выпустят тебя живым. Но ты можешь об этом попросить, посол? Я верю, что ты попросишь. И ну альтаев Матсон получил приказ от самого императора. Он скорее умрет, чем отдаст тебе мереход. С дороги все, иначе старик умрет. Не с места! Я не шучу. Я знаю. Не трать время зря. Убей его сразу. Мы отсюда не уйдем. Тот, кто принесет мне голову ведьмака, получит орден за заслуги. Ну, посол Фитц Эстерлен. Ваше превосходительство. Приказ и столица. Он сам его убьет. Теперь придется вас всех убить. Его ждете. Взять его. Вас так мало. Вы правда считаете, что это справедливая битва? Ну, а теперь этот старик солнышко точно не увидит. Он сказал вообще про солнышко, потому что у него символ солнышка или что? Или это вовсе не солнышко. Давай лупайся. Там вон сундук какой-то стоит. Могу ли я его обыскать? Опять деньги. Ворота закрыты. Должен быть другой путь. Ни у кого ключа нету. Что за письмо? То, что я их вот так вот читаю, мне ничего не дают, да? Стоп. Так, меч я брать не буду. Нет. Поднимайся. Мне кто-то стреляет там, да? Ну, давайте стреляйте. Я надеюсь, стрела отлетит. Она от него тоже срикошетила? Как-то странно работает, вообще. Нет, стрелы не отбиваются. Я же прокачивал этот навык. Нет. Вот, позволяет отбивать стрелы в направлении стрелка. Отражение стрел. Это и без щита так должно быть. Ну, где же вы? А, ну, понятно. Я думал, что сможет здесь просто пройти по славу императора. Убейте его. Они по очереди лезвы, да? Ну, чтобы они, наверное, все сразу напали. Чтобы я их отлупасил. Скоро у меня уже адреналин зарядится. Или не совсем скоро. Я их, наверное, раньше всех убью. Чем это произойдет? Я артый нарти. Ну, нет, один не бежал. Он максимум троих только может убить, да? Потому что их было четверо. Купол. Вообще странно, что купол какой-то ставится. Ну, пока что это ты рискуешь своей жизнью. У нее есть кое-какая полезная информация. Ясно. Ты весьма рассудителен для Норлинга. Твое мнение очень важно для меня. И правильно. Потому что у меня есть сведения, которые могут тебя заинтересовать. О чем ты? Твоя подруга и остальные ведьмы устроили заговор против ваших королей. Ты лжешь. Тебе это кажется невозможным? Приз была верна, король. Идиот! Из-за этой женщины ты лишился мозгов. Звучит неубедительно. Это не важно. За время нашей беседы мои люди успели подтянуть подкрепление. Может, хотя бы они будут драться, как мужчины? О, да. Уверяю тебя. Открушить его! Ах ты, крыса! Со спины напал. И опять чародей там. Сколько можно? Сплошные чародеи. Давай, лупасим. Боевой маг. У него еще и щит. Он появляется в одном и том же месте. Это как-то странно. Я еще и этого не убил. Я с ним буду драться. Или он все-таки сдастся. Пусть сдается. Чего-то такое упрямый-то. Мог бы сдаться. Я бы тебя пожалел. Не стал бы убивать. Слава и трава. Да ну давай, я не буду тебя убивать. Сдавайся. Он был предан своему делу. Письмо очередное. Письмо очередное. А в сундуке-то ничего нету. Но вот и трис. Ты меня не ждала? Ты шутишь? В Нильдардском подземелье в гости заходят только плачи. Тебя пытали? Разные были. Я ничего им не сказала. Когда мы с Вернаном покидали Флотзум, я и не надеялся, что так быстро тебя найду. Я знаю, чего тебе это стоило. И никогда этого не забуду. Слышишь? Никогда. Почему ты не позвала на помощь своих подруг из ложи? Откуда ты знаешь о ложе? Просто знаю. Послушай, Трис. Чтобы попасть сюда, я бросил Вернана. Может быть, это приведет к распаду Тимерии. Ты жалеешь, что спас меня? Нет. Но я пришел не только за тем, чтобы спасти тебя от Шеллента. Я хочу, чтобы ты рассказала мне о своей роли в заговоре. И почему ты меня обманула. Я тебя не обманывала. Я знаю о существовании ложи. Знаю, что ложа стоит за убийством Димовенко. Знаю, что Трис Мирикольд входит в ложку. Это не так. И где я, по-твоему, ошибаюсь? Да, я состою в ложе, как и 11 других чародеек. Но если ты думаешь, что я отвечаю за их действия, то ошибаешься. Ложи чародеек — это театр двух актрис. Шала и Филиппа давно подняли под себя остальных. До такой степени, что ты даже не знала об убийствах. До такой степени, что меня перестали приглашать на собрание. Почему? Я потеряла их доверие. Потому что ты с ними не соглашалась. 12 женщин очень редко могут договориться. Проблема заключалась в том, что... В чем? Я была с тобой. А если Шала и боится кого-нибудь, то только Геральта из Ривии. Ложа хотела меня убедить, что наша близость им на руку. Они манипулировали мной. Через меня они подсовывали тебе тщательно подобранные сведения. Искажали факты так, как им было нужно. Вы все еще близки, а они по-прежнему могут это делать. Не обижай меня. Успокойся, Трис. Ренуальд Аэб Мадсен говорил по-другому. Но выбирая между твоим словом и словом нельфгардского мерзавца, я выбираю тебя. Рассказывай все, что знаешь. Мне нужно, наконец, узнать правду. После резни на Танаде долгое время не было никакого круга чародей. Все действовали поодиночке. Тогда Филиппа решила основать новую организацию. На это проста и на. Когда меня приняли в нее, мне и в голову не пришло, что совсем скоро планы ложи будут скрыты даже от ее членов. Как ты знаешь, Филиппа на мелочи не разменивается. И вот она решила, что ей нужно сильное государство под контролем чародея. Строить великие планы легче, чем воплощать их в жизнь. Энтузиазма Филиппе и Шиале всегда хватало. А чтобы управлять мощным государством, сначала надо было его создать. Найти богатый край, соответствующую политическую систему и кандидата во владыки, которым можно манипулировать. Шиала выбрала долину Поттера, Димовенда из Тенниса. Димовенд ненавидел чародеев. Не меньше, чем Хенсель или Родорит. Шиала с Филиппой решили, что Димовенд самый слабый властитель. Его сын Стеннис болтается, как знаменную трубку. И потом, кто контролирует долину Поттера, тот владеет севером. И не забывай, что именно в Эдирне появилась предводительница бутовщиков. Она первая начала говорить о новом государстве. На одном из собраний я прямо спросила, как они собираются свергать Димовенда. Это была последняя встреча, на которую меня пригласили. После смерти Димовенда у меня появились подозрения. Но не было никаких доказательств. Филиппу постаралась от меня отделаться. Когда ты ушел на встречу с Йорбитом, а Шиала занималась останками Кейрона, мне удалось изучить ее на Гаспу. Тогда же я и узнала, что Шиала ведет дела с Летой. Почему ты мне об этом не сказала? Я хотела, но мы с тех пор не виделись. Должно быть, когда я вошла в комнату Шиалы, Лето следил за мной. Он заставил меня телепортировать нас обоих к Вергену. Ты с ним говорила? Да, и он не хотел мне зла. Уже в Вергене он сказал, что это Шиала заказала им убийство Димовенда, ведьмакам из школы ЗМИ. Вместе с Шиалой они подготовили покушение. Интересно, зачем он тебе об этом рассказал? Это важно? Мне не нравится, когда заговорщики вдруг начинают откровенничать. Телепортация в Айдир прошла не слишком удачно. Меня сильно потрепало. Я знала, что Филиппа где-то рядом. Я решила пойти к ней и раскрыть карты. Возможно, Лето этого и добивался. В ее доме я застала только какую-то женщину. Я подумала, что это служанка или любовница Филиппа. Но едва я успела открыть рот, как меня парализовало заклинанием. Я не ожидала атаки. Я не могу описать боль во время компрессии. Как будто тебе ломают все кости. Но хуже всего возвращаться в нормальный облик. Филиппа даже не догадывалась, что ее подружка шпионит на Нелюфгард. Так я оказалась в Лук-Муине. Но расколдовала меня Асире перед тем, как ее убили. Потом Шиллерд допрашивал меня, но ничего не узнал. Если бы не ты, меня бы четвертовали. В подземелье я соединила все детали головоломки в одно целое. Теперь ты знаешь все. Кто в таком случае заказал убийство Фольдеста? Понятия не имею. Может, после удачного покушения на Димовенда Шаала с Филиппой решили пойти еще дальше? Вряд. Смерть Димовенда открыла путь к власти над Долиной Понтера. Через год люди бы забыли про это убийство, а ложа продолжила бы воплощать свои замыслы. А вот убивая Фольдеста, они должны были понимать, что люди вроде на шею не успокоятся, пока не узнают правды. Одно я знаю точно. Фольдеста убил Лето. И Шаала с ним в сговоре. Ну, пока вопросов достаточно. На переговорах мы узнаем гораздо больше. Ты собираешься там присутствовать? Но ты же потерял память. А значит, не представляешь, как выглядел мир до резни на танке? Представляю. Ты хочешь сказать? О моей памяти поговорим позже. Ну, хорошо. При Совете и Капитуля до убийств королей дело бы не дошло. Не было бы таких погромов. Сейчас у нас есть шанс воскресить эти организации. И его нельзя упустить. Нормальные отношения между властью и магами-советниками Это единственный шанс на мир. И конец для ложи. Ложи и так конец. Но если короли узнают, что за убийствами стояла ложа, начнется охота на ледя. И мы можем этому помешать. Я хочу наказать виновных, но я против коллективной ответственности. Поэтому я пойду туда и расскажу все, что знаю о преступлениях Филиппы Эйхар и Шаалдгетан Сервиле. Идем. А сейчас я уже не могу пойти спасать ту дочь. Да? Если бы я сначала пошел за той дочерью. Красненько. Ну, Геральт, ты в своем репертуаре. Они слишком слепо верили своему командиру. И ты убил всех. Это не был несчастный случай. Хоть идешь там? Разделимся. Ну, блин, а как же дочь? У меня же там на выборах было это все. Пойти спасать Трис или сначала. Там было слово сначала. Я даже обратил на это внимание. Надпись «Дверь открыта» не исчезает. Мне еще навыки остались. О, еще два таланта. Это что такое? Эффекты всех выпитых эликсиров плюс 15%. Негативные эффекты от принятых зелени минус 30%. Длительность действия масел 10%. Я ими даже не пользуюсь. Не знаю, правильно ли я поступил. Как туда вообще попасть? Проход хотя бы здесь. Мы станем свидетелями великих событий. Пойдем. В таком случае не будем медлить. Заходим. Сейчас или никогда. Последние несколько недель в Вазиме шли переговоры касательно престола наследия. Учитывая то, что судьба последнего отпрыска Фольтеска остается неизвестной, нам не удалось прийти к Саннаси. Да, сначала надо было того. Собрести интересы всех знатных родов Тимерии невозможно. А потому нам не остается ничего другого, кроме как разделить страну на провинции согласно границам баронских ворчин. Это невозможно, Ян Натальс. Тимерия находится между Нильгардом и Севером. Она должна быть сильным единым государством. Таково и мое желание, Ваше Величество. Но со смертью короля Фольтеста разбилось и сердце всей страны. Мне стало известно, что Анаис Лавалет в настоящее время находится в руках чародея Детмальда. Но, скорее всего, Ваше Величество, вам неизвестно о стычке сегодня утром в лагере Кайдвен. И все же, если ребенок жив, остается надежда. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы найти ее. Вместе с этим я хотел бы заявить, что командир специального отряда Тимерии, некий Бернон Роше, официально объявлен в розыске. Он также лишен всех привилегий, положенных ему как офицеру и официальному представителю королевства. Надо было спасать девочку. Документ, определяющий права и обязанности Совета и Капитула, является, как мы установили, точной копией статута, найденного в разваленных на острове Танет. Важнейший вопрос. Назначение Капитулом королевских советников. Сейчас при многих дворах состоят случайно выбранные маги и чаровейки. Однако, во времена прежнего Капитула на эти должности назначались специально отобранные люди. Может, мы сами назначим советников? На этих людях лежит огромная ответственность, Ваше Величество. Капитул хочет быть уверен, что советниками станут компетентные лица. Которые смогут позаботиться об интересах Капитула. Разумеется. А основным интересом Капитула является благо королевств Севера. Документ подписан теми, кто войдет в Капитул, и теми, кого мы предлагаем в качестве советников. Недостает только подписи Шаалы де Тансервиль. Без королевских печатей вы сможете назначать советников разве что пастухам. Вы правы, Ваше Величество. Шаала де Тансервиль не имеет права подписывать этот документ. Трис Мерри Гольд, ты все же приехала. На руках у Тансервиль крот королей. Она не может заседать в Капитуле. Это ложь. У тебя есть что-нибудь в доказательство твоих слов, Мерри Гольд? Есть свидетели, которые подтвердят, что Шаала де Тансервиль стоит за убийством Димовенда и Фолькестер. Представители будущего Совета и Капитула. Шаалу де Тансервиль следует арестовать и пытать. Если слова Трис Мерри Гольд подтвердятся, то госпожа Тансервиль будет приговорена к смерти. Шаала де Тансервиль, пока обвинения Трис Мерри Гольд не будут сняты, ты не можешь заседать в Капитуле. арестуйте ее. вы не знаете всей правды. Мерри Гольд не знает, что говорит. Дракон. Субтитры создавал DimaTorzok. Как его надо побеждать? дверь открыта почему вот не пропадает эта надпись он немного обалдел надо подождать немножечко может хватит меня доставать уже я стабилизировала телепорт тебе некуда бежать рано или поздно тебя найдут я предпочту уйти на своих условиях где лето ци синтезис им скоро займется им и всеми идиотами которые спят и видят как бы сжечь чародинку где он я не знаю я сама ищу его после убийства фолькеста лето обманул всех мы купились на его туповатую мину и тяжелый взгляд ты так и не понял да ложа хотела избавиться от димовэнда он был слабым чудным королем при нем айдир постепенно умирал его надо было убрать мы выбрали наименьшее славу лето как раз оказался под рукой а фольтест и хенсельд мы не имеем к их смерти никакого отношения после убийства димовэнда лето использовал золото и нашу поддержку чтобы связаться с йоркетом должен был укрывать его до тех пор пока шум вокруг убийства не утихнет по крайней мере я на это рассчитывала это не ложа убила фолькеста тогда кто нильфгард лето король шицов и император изменников он с самого начала трудился во славу великого солнца и белого пламени пляшущего на фурганах врагов он обманул всех меня йоркета твою дурочку и тебя у тебя есть доказательства только что я получила донесение от агентесы ложи в цинкве армия нильфгарда выступила в поход как раз сейчас она форсирует и руку ты думаешь что при нынешних обстоятельствах север сможет обороняться веришь в очередное чудо под бренны я не знаю но довели до этого вы и вы ответите за все и никогда вы не сможете пятна предательства может так случится что никто не выйдет из этого города живым и не узнает что тут произошло филиппа управляет драконом когда я исчезну он превратит город в пылающий склеп дракон атаковал войска фолькеста в битве за замок лавалетов это расходится с твоей версией тогда мы еще не могли им управлять может быть мы проиграли битву но война только начинается впрочем тебя это никак не коснется ведьмак ты умрешь здесь прощай чем нельзя было зубить эх ладно ты спас мне жизнь если сам утереешь иди в нильфгард я не парк из венгерберга там прощай открытое достижение добряк не могу пойти это чудовище или нет мне надо бить вот эти мечи вот самое время нагреть ему зад его чешуйчатый давай зеркай пламя в это время неплохо полосовать твою морду достал умри она же сказала то что драконом управляет другая чародейка почему они не могли сказать ну или они хотят замочить геральта ладно по крайней мере вторая надо спрекивать куда-то или наоборот подняться ну вот дракон где ты доставай меч пора принять то что тебе уготовано ты понимаешь чего ты такой противник у меня углова так трясет скрепа не ударяю забавно согласен со мной дракон да мать не головой следа ну все ты думаешь я тебя не вижу настоящий урод ты давай дохнем ты хочешь опять изрыгать пламя раньше он так не делал куда он улетает добей мне не нужно ничего нажимать и поэтому а Неплохо. Убить дракона или уйти? Ведь он будет мучиться, нет? К тому же его потом могут опять использовать. Девушки отдыхают. 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 его убить. Пришлось? Филиппа поработила его. Если бы я сохранил ему жизнь, он бы погудил еще многих врагов ложи. Погибло бы множество людей. Дракон был благородным, прекрасным созданием. Потом чередейки сломали его волю. Я ужасно устал выбирать меньшее зло. Пойдем отсюда. Лето наверняка успел сбежать. Он ждет тебя. Ждет? Да. В пустом тимирском лагере. Пойдем. Идем. И убили пару смельчаков, которые пробовали вмешаться. Ты думаешь, что Советы Капитул это переживут? Их созыв предотвратил еще большее кровопролитие. А переживут ли? Трудно сказать. Но ничего лучшего у нас все равно нет. Чародеи, часть этого мира. Нравится это кому-то или нет? У них должны быть свои права и свое место. Иначе возникнет еще одна ложа. Ладно, я думаю, на этом можно закончить. Пока.